с самыми актуальными новостями на сегодняшний день и эти актуальные новости будем разбирать вместе с гостем нашего эфирного часа святослава михайловичем пескуном трижды генеральным прокурором украины святослав михайлович здравствуйте здравствуйте уважаемый много сегодня интересных будет новостей будем в этом всем разбираться ребята пока я сделаю легкий анонс о чем мы будем говорить вы пожалуйста не ленитесь поставьте лайк подпишитесь на канал кто не подписан по какой-то причине а также напишите приветственный комментарий чем вы заняты насколько вы рады нас видеть даже если не рады тоже напишите нам все равно но это поможет ютюбу распространять наше видео о чем сегодня будем говорить будем говорить про то что германия отреагировала в том числе на заявление украины и заявление орбана дал шульц свое видение также президент обратился с неким вопросом господину трампу анонсировано контрнаступление украины ну по крайней мере так мы можем сделать вывод из одного интервью которое дал президент есть заявление господина ермака глава офиса президента из соединенных штатов которые интересно разобрать а также смена премьер-министра тск по энергетике в общем закрутилась завертелось чего-то давайте обо всем по порядку свяслав михалыч начнем мы значит заявление канцлера германии господина шульца который сказал что не поддержит решение при остановке огня которая будет иметь цель капитуляцию украины то есть речь скорее всего идет о том что последнее время очень много слухов что украину вынуждают прекратить огонь выйти в переговорный трек который завершится ничем как фиксации а еще хуже территориальными какими-то уступками и в общем германия дала как лидер европы свое по этому поводу видение туда же вместе я бы сейчас добавил и заявление сегодняшняя орбана которая по сути подтвердила вчерашние заявления со стороны украинского политикума о том что президент зеленский отверг предложение прекратить огонь для начала переговоров и даже со стороны орбана было объяснение почему потому что президент зеленский сомневается в логике орбана которую он выстраивает а также украина имеет плохой опыт переговоров с российской федерацией как вы считаете вот то что мы слышали вчера и то что сегодня мы слышим от шульца это какой-то виток в процессе переговорном то есть что-то пошло не так но он идет или это попытка выйти на переговоры потому что например орбан требует от украины прекратить огонь но до этого же были заявления со стороны российской федерации лаврова например о том что россия не готова и не хочет прекращать огонь тогда как-то странно это все получается на не ну оно как раз не странно но как раз укладывается в логический концепт который сегодня выстроился в отношении украины россии и европы и америки дело в том что исходить всегда нужно от базового материала базовый материал у нас конституция украины я всегда с этого всегда начинаю и этим пытаясь и заканчивать в конституции четко записано мы это все знаем не хочу тратить ваше время что по поводу с лицей территориальной целостности украины поэтому каких-либо переговоров с людьми которые зашли на территории украины и ведут здесь активную открытую войну горячую вообще не может быть априори потому что так войны не заканчиваются если мы говорим что это сфо что это специальная военная операция а не война она может закончиться но это тоже не переговоры это договоренности какие-то остановка огня перемирия что угодно но это не глобальный вопрос мира если мы говорим о мире то мы должны понимать что враги оккупанта на нашей территории нету ноги и поэтому тогда можно начинать говорить о глобальном мире пока российский солдат стоит хотя бы на одном метре украинской земли никто о мире с ним говор разговаривать не будет то что шольц говорит что они не допустят поражение украины и не заморозки конфликта вот то шольц прекрасно он по-другому сказать и не может потому что шольц прекрасно понимает что любой примороженный конфликт заморозка это все-таки не не смерть знаешь заморозка как оказывается если еще заморозить человека то его можно и оживить через 25 лет 30 фильмы да да но я так оказывается так можно да вот то есть мы говорим о том что любой военный конфликт любая специальная военная операция может быть любую секунду разморожено заморожено разморожено вот понимаете никого в мире это не устраивает никого не нас не шольца не макрона не америку и как странно и русских тоже потому что у них же цели то они же не выполнили цели своей специальной операции первая цель понятно киев обделались как говорится убежали ушли вот ну да там будут говорить переговоры разговоры не хочу ушли и точка все это их вопросы почему они ушли да и когда я слышу о том что в турции могли состояться какие-то мирные договоренности но это же смешно как можно договариваться по антиконституционным вопросам не изменить конституцию это же судебное дело если бы они это подписали и договорились то надо было бы всех этих участников ну судить привлекать суду за нарушение закона в украине ну так мы же эти новости знаем не откуда-то мы же это знаем от главы парламентской фракции господина арахами я вообще не понимаю как он мог такое подписать он же вроде ну я не знаю подписал ли я не помню но подписал там же подпись его стоит так говорят наши враги вот и он же говорил что подписывал то есть там вообще говорить о том что этом могло состояться в антиконституционный способ но смешно понимаете вот это раз потом наверное наверное необходимо понимать что европа конечно хочет остановки войны но не на условиях россии потому что если это будет на условиях россии тогда америка нато и европейский союз потерпели фиаско но еще не дошло до такой ситуации когда они готовы говорить об этом что кто то потерпел фиаско пока еще собираются как вы правильно говорите идти в наступление президент мы соберем силы пойдем наступление какие переговоры если мы собираемся вообще о чем речь если мы собираемся идти в наступление вот президент же вам ясно сказать а те кто говорят о каких-то мирных планах кроме плана зеленского василий это просто ну как тебе объяснить это политическая профанация это для тех людей которые ну нифига вообще извините ничего вообще не понимают в политике это даже не лапша это просто развод вот простой обыкновенный развод чтобы главное в этом ключевое слово мир мир это то что у каждого в душе и каждый на себе чувствует что это нужно и когда он краем уха слышишь что где-то как-то может появиться мир люди на сразу бере себе в руки начинает говорить я готов на этот мир а условия этого мира не хочешь спросить какие будут поэтому я так думаю что ситуация зашла безвыхи то есть тупик я как говорил залужный кстати видите он еще тогда это предусмотрел вот зашла в тупик и пока очевидного выхода из этого тупика я не вижу хотелось бы чтобы этот выход был за счет роботизации наших вооруженных сил за счет победы за счет того что мы бы не лопатами а ракетами воевали с россией обескровили ее и выгнали врага с нашей территории вот такой выход из тупика был бы по моему мнению я думаю его разделяют и большинство украинцев самый правильный вот святослав михайлович вроде как логично вы все рассказываете но президент наш с вами категорически не согласен знаете почему потому что вот например в интервью блумберг он сказал что никакого тупика нет он отрицает тупик на фронте и говорит о том что сейчас армия становится сильнее и вот я так понимаю немного еще или какое-то количество вооружения и готовы идти в контрнаступление собственно которое он анонсировал блумберг то есть тупика нету оказывается но нету но президенту то лучше наверное виднее может быть это точно тупик прочитал у заложного поэтому я его и повторяю если бы главнокомандующий вооруженными силами этого не сказал честно я бы сам такое не придумал вот я вообще не понимаю что такое военный тупик я понимаю цунцванг там например безвыхить ну что такие висковый тупик я наверное как во время первой мировой войны когда обе стороны окопались да и не туда и не туда вот и не туда и не сюда наверное это так имеется ввиду президент он же верховный главнокомандующий конечно ему виднее и конечно президент лучше знает тупик у нас полу тупик не тупик прорыв извините наступление конечно ему виднее у президента есть штаб у президента есть антикризисные менеджеры у президента есть европейские и американские советники у президента есть институт стратегических исследований у президента есть радник радники в висковии ну яки там политики политологи у президента есть аппарат и конечно если вы спросите меня василий кому вы поверите конечно президенту потому что спрашивать не буду я знаю на сто процентов кому вы верите конечно потому что имея такие силы и такой аппарат президент ошибиться не может конечно тоже понятно согласен с вами еще будет вот сейчас тему для обсуждения как раз по обращению президента зеленского потому что он обратился господину трампу потому что мы с той стороны то очень часто слышим что трамп готов там еще даже до избрания себя президентом официального если он победит на выборах закончить войну попросили предоставить детали ну собственно если вы знаете как вы как бы поделитесь нас это тоже немножечко интересует и я тут полностью согласен что нас это интересует я вот просто о чем очень правильно очень правильно что так сделали знаешь почему извинишь я тебя перебил да а смотри я понимаю почему так сделали а потому что когда голосовали за материальную помощь в американском конгрессе и в сенате так палате представителей помнишь то был было записано в законе течение 45 дней предоставить план победы украины по плану это байдену было доручено до конгрессом соединенных штатов и сенатом 45 дневный срок предоставить план окончания военной кампании в украине так а вы слыхали об этом плане я не это вы я тоже нет поэтому я смею предположить возможно я где-то я ошибаюсь что плана этого нет нету поэтому господин зеленский молодец он пошел на опережение видя что нет трампа и байдена плана до сих пор не написан не прилюднен не выставлен не рассказывал он обратился к трампу говорит ты будь первее байдена дай свой план как же я могу да меня тоже нет такого плана ну а это он еще не говорит может быть он думал а какой может быть у трампа план если у трампа нет институтов security international если у него нет стратегических исследований всего нет помощников которые ежедневно сотни человек занимаются войной институт изучения знаете что у него нет помощников которые но есть но я их но они пишут там статьи какие-то я вижу но нет такой мощи аналитической которая есть у байдена сегодня у байдена самая большая аналитическая мощная ну база в мире и это база не может план написать они написали просто не показали его не ну там же закон закон требует показать но не нам с вами же не ну там мы уже узнали если такой план появился поверьте протекло бы сто процентов там все-таки четыреста пятьдесят по моему депутатов где-то бы протекло но я бы точно знал об этом если бы распульсировали вот то есть не пока нет пока нет я вот не знаю точно ли прошло сорок пять лет он прошел поэтому надо понимать что либо у байдена будет этот план очень скоро и мы будем четко действовать по этому плану вместе с нашими партнерами американцами и европейцами либо мы дождемся все-таки другого президента или же новый срок байдена так по-новому будет все рассмотрено изучено и записано осталось то всего четыре с половиной месяца до пяти поэтому волноваться особо не нужно мы будем держаться будем наступать будем воевать ну во всяком случае когда я слышу что некоторые паритологи и политики рассказывают что вот-вот какие-то будут переговоры я им всем говорю ребята где база переговорная где основа для переговоров конституция украины не позволяет пока ее не поменяли поменять во время военного положения это раз и второе в этой части территориальной целостности вообще нельзя поменять а для того чтобы ее даже поменять василий надо как минимум год потому что она меняется первое голосование 226 потом конституционный суд потом верховный суд потом другая сессия и голосование 300 без этого это год никто ничего не поменяют а вот в целях просто образование меня или у скорее устранение пробела в этом образовании объясните мне пожалуйста вот есть же страны которые конституцию меняют а наверняка в предыдущей конституции страны было написано что ее менять нельзя а как это у них там происходит не ну все же зависит от количества депутатов которые и процессом по смене конституции у нас например в украине конституция считалась определенное время очень совершенной но как показала жизни практика она оказалась со временем не очень совершенной но не очень совершенной вот но для того чтобы ее изменить для того чтобы ее изменить нужно как минимум 300 человек депутатов верховного совета которые бы проголосовали за эти изменения новую конституцию вообще невозможно сейчас сделать и военное положение силы политиков таких нет а вот изменения в конституции если они нужны будут то тоже практически сделать невозможно при той политической конъюнктуре которая сегодня разложилась в украине этого никто делать не будет поэтому мы можем вы можете на своих программах обсуждать что угодно вы имеете право вы хозяин передачи говорите о мире говорите о любви говорите о войне рассказывайте задавайте вопросы что сказал орбан по поводу прекращение огня поддержали его не поддержали президентом сказал что-то по поводу что мы готовы к миру вот президент говорит мы готовы к миру конечно мы готовы к миру конечно но на основании нашей перемоги путин брехло говорит мы готовы к миру да брешет он никому миру не готов он утром сказал что готовит к миру а после обеда он и пять тысяч бомб выбросил на украину на головы наших граждан это он так миру готовится потом они замолкают воюют воюют как только мы их где-то прижмем песков выскакивает вот мы готовы к миру да брешет никто к миру не готов у него планы своего что изменился нет он его скорректировал нет у него есть план он поэтому под кстати у него есть план и он по этому плану и действует змеюка понимаете вот а у нас тоже есть план но у нас очень простой перемога все не из ради и так перемозить а вот когда перемога это как это вот по границе а вот як перемога ну конечно конституция так написано но он говорит уйдите запорожской и харьковской области с донецкой и луганск что вот подумать не понятно что с этим вы не согласились ну вы видите войска здрасте а кто наших людей понимаешь когда говорят от территориальной целостности люди думают что это речь идет о метро вот я слышу отдельные политики говорят такую фразу путина не интересует земля путина интересует чтобы мы не пошли в нато так он тут земля когда мы говорим о территориальной ценности государства целостности мы говорим о километрах о метрах о воздушном пространстве о ископаемых о природных ресурсах о человеческом ресурсе о гражданах о о рождаемости о смерти о социальных благах мы говорим не о территории квадратных метрах мы говорим о государственности поэтому когда я слышу этот бред что не говорят его не интерес конечно его метры интересует но эти метры связаны с нашей государственностью его он же сказал я не хочу чтобы в украине была государственность он же четко это сказал вот они действуют по этому поводу вот он захватил там 100 квадратных километров и на этой территории он забрал государственность но нас об этом не говорят у нас не любят об этом говорить потому что ну не знаю почему может быть потому что я другой вот я я так закон читаю может я ошибаюсь пусть меня поправят если кто-то найдет аргументы меня поправить пожалуйста поправить понимаете вот и все а кто выход из этого положения может найти на ваш взгляд кто может найти выход на сегодня нет такой политической силы как тот например я уже думал об этом вот например если бы пришел такой товарищ как трамп хотя может быть кому-то он совсем и не товарищ так он говорит господин путин или как там айты володя как он там его называет вот у тебя мы арестовали 300 миллиардов евро так мы их заберем но есть вариант ты потихонечку выводишь свои войска из украины вообще мы тебе возвращаем эти деньги а вы думаете для путина 300 миллиардов это цена давайте вот давайте найдем разговор если нужен разговор мы тебе возвращаем эти деньги так дальше ты разрушил там-там-там-там-там ты должен выплатить уйти и выплатить украине например еще 300 миллиардов евро будет 600 тогда мы тебе простим что много чего много чего например отменим санкции ты начнешь нормально развиваться мы вернем тебе положение со временем россии в мировом сообществе может быть даже откроем тебе северные потоки твои но сначала мы должны убедиться что ты больше никогда не пойдешь войной на украину и в украину украина получит с тебя деньги мы тебе вернем твои а ты отдашь их украине и плюс еще 300 и за счет этих денег украина восстановит свой демографический потенциал свою экономику и станет процветающим целостным развивающимся государством это как вариант я не говорю что он это вы считаете для него это заманчивое будет предложение я хочу дожить до того когда для него любое предложение будет заманчиво но это всегда ему придется до выбирать между жизнью и смертью любое предложение выжить россии будет заманчиво но пока месть пока месть я не знаю ну основы базиса на чем может кто-то знаю может трамп знать я же не знаю но я уверен что трамп будет работать экономически не военным путем у него не он 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 бизнесмен он будет договариваться экономикой вы верите что утром под действительно существует какой-то план хотя до этого вы сказали что вряд ли у него там существуют люди которые это что-то год тому назад и сказал на одной программе что я встречался с людьми из окружения дональда трампа и они мне сказали что он не хочет войны в украине но не хочет чтобы россия победила украину вот как он это сделает я не знаю окей хорошо давайте сейчас нырнем в наши украинские значит вопросы у нас обсуждают активно смену премьер-министра украины господина шмыгаля мол говорят что от него немного устали называются некоторые кандидатуры кто может заменить непосредственно господина шмыгаля и у меня вот возникает вопрос речь идет о замене кабинета министров или шмыгаля потому что говорят все шмыгаля я не знаю а вот недавно шмыгаль выступал и он рассказал народу украины что ежегодно мы даже в воюющей стране будем получать от наших западных партнеров в складчину в складчину 60 миллиардов миллиардов долларов ежегодно это большие много мало заслуга что это 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 большие деньги 60 миллиардов в год в складчину плюс наш бюджет какой не есть плюс донаты плюс всякие фонды плюс кредиты я вам скажу еще так это немалые деньги но вот если бы шмыгаль все-таки добился реструктуризации долга перед наши не получается это говорит о том что не хотят серьезно к нам относиться не хотят потому что многим очень странным василий вообще которые они просто не воевали они думали воевать все долги посписывали по сто миллиардов по сто двадцать миллиардов и по сто сорок миллиардов а нам не списывают мало того нам опять дали кредит но было полтора процента сейчас всем два было два говорят 2 ну два простите все но зачем под такие деньги воюющей стране давать которая истекает кровью давать кредит вот зачем а вот вы как себе отвечаете на вопрос зачем а вот из нас хотят выжить кто-то все ну почему не заработать если лохи платят ну хорошо мы могли не платить не ну теоретически мы наверное могли бы не платить но ничего не случилось я извиняюсь я может призываю какой-то анархии вакханалий я понятно не миша этот анархист но но я бы например не платил учитывая что у нас война экономика остановилась и у нас люди гибнут закрывая европе тылы вот я бы не платил принципиально не платил бы я бы сделал отсрочку и все святослав михайлович вот вы дали мне в долг например тысячу гривен да я пообещал вам их отдать в августе а в августе я вам говорю святослав михайлович знаете нет а в сентябре я к вам прихожу и говорю святослав михайлович жрать нечего надо вот так вот 500 гривен ваше действие звоним коломойскому он по телефону занят он в сизу не он нам говорит долги отдают только трусы а украина это не трусы ничего никому не отдаем вот так вот такой момент вот но мы же не трусы поэтому ничего никому не отдаем тебе ничего не отдаем если бы ты пришел или тебя привезли извини меня на носилках голодным обмороком половину я тебе двести пятьдесят отдал видя что ты ну уже холодно я опять потом не отдам да а вот то что ты сытый крепкий красивый умный приходишь где мои деньги отдайте а я говорю ну власть то будешь ничего не случится если ты их получишь чуть позже или вообще ты мне их подаришь тогда я не буду трогать твоих родственников вообще буду любить твоих соседей или мы будем дружить например с твоими членами не твоими там чьи-то членами родины то есть надо искать варианты надо искать варианты святослав михалыч прям прям появилось желание занять у вас денег и не отдать то у меня рикетерские наклонности появились да мне нравится ваша логика это небольшая дистанция не огромного размера считаете знаю я понял скажите на ваш взгляд вот если серьезно ответить на сегодняшний день смена премьер-министра и смена людей в кабинете министров может ли изменить ситуацию в украине каком-либо вопросе важном кардинально не не может у них нет денег они ничем не распоряжаются они получили отдали получили отдали там вообще может сидеть один человек я извиняюсь за крамольные вещи а может никого не надо просто не не один должен он же должен по счетам переводить свет выключать я понял то есть мы же мы же не производим мы не делаем мы строим оборонительные сооружения но это все на местах все на местах вот поэтому ну не знаю но конечно я шучу нужен кабинет министров нужен премьер-министр ну вот во всяком случае даже если взять например то что у нас до сих пор не обвалился очень сильно гривна не обвалилась что магазинах есть продукты что несмотря на войну у нас есть бензин солярка что у нас то электричество разбомбили у нас проблема нету света люди страдают но еще не смертельно же но у нас же война но я не знаю нужно ли на переправе сегодня и что от этого изменится кто-то даст больше под кого но у вас это спросил нет но давайте позовем на и премьер-министром этого рюта к нам сделаем его премьер-министром тот который станет генсеком на то может под него дадут там можно за леонеля месси лучше пригласить под него месси может да можно дадут там не не 60 миллиардов а 300 миллиардов я же не знаю дело в том что у них же там у финансистов руководителей правительства у них же там денежные потоки национальный банк украины кстати молодцы держат как могут так и держит эту гривну то есть у них же ну да понятно что золотовалютный запас растет есть поступление но как бы еще держится страна нужно ли сейчас слушай а может быть это искусственно держится она я же не знаю мы с тобой василий не понимаем глубины этих процессов надо сделать хорошее интервью вот есть этот кущ алексей я его с удовольствием слушаю пригласил же страшно умный экономист вот пригласи пусть пусть куща расскажет зачем кого менять он точно знает потому что потому что каждая война каждая война которая была в этом мире и описана в бумагах книгах на картах истоки войны всегда лежали финансовых отношениях финансовых плоскостях в кредитах в отдавании этих кредитов замораживание кредитов и отсутствие денег для того чтобы отдать эти кредиты мир кредитуется уже 500 лет друг с другом вот поэтому все войны последних 500 300 лет это были войны на деньгах надо понимать где мы прошибли почему у нас появились появилась эта война и как это связано с деньгами почему потому что если мы не получим денег мы воевать не сможем да есть амбиции у западных стран они не могут нам позволить проиграть но не могут они проиграть позволить потому что тогда им позор и на весь мир и их авторитет и так что-то там пошатнулся да вот на фоне там китайцев там индусов и других там а тут если еще украина проиграет то и авторитету вообще на то нет поэтому они будут всячески стараться делать так чтобы мы не проиграли но нам не надо не проиграли нам надо нам надо выиграли нам не надо не поби не проиграли нам надо победили вот в чем разница вас удовлетворит если это будет просто называться словой победа не ничего меня не удовлетворит вообще я читаю конституцию я как прокурор обеспечивал ее сохранность и исполнение и в конституции написано что у нас есть территория люди земли народ украины и т.д. и т.п. и никто не мая права за зихады все точка хотите с кем-то о чем-то договариваться меняйте конституцию нельзя а кто-то другой с кем-то может договариваться они же кто-то другой и не действует по нашей конституции могут но бесполезно почему потому что никого мы никого не послушаем вообще никого это прям точно да даже если нам завтра вдруг что-то с дуру перестанет давать деньги оружие мы все равно ни на какие мирные соглашения не пойдем из последнего на эту тематику есть заявление главы офиса президента господина ермака который прибывает с визитом соединенных штатах америки он сказал украина не готова к компромиссу с россией и уступки территории ради прекращения войны по также его цитата заключается в том что мы не готовы пойти на компромисс ради очень важных вещей и ценности независимости свободы демократии территориальной целостности и суверенитета но власти полностью он должен был еще сказать и никто нас не заставит это сделать но вот неделю назад неделю назад буквально прям проходили там и всех очень сильно удивили новости о том что можно как бы сейчас вроде как начать процесс а потом постепенно дипломатическим путем решать то есть получается нельзя что-то изменилось за неделю вы считаете ничего не изменилось ничего это риторика это ложная риторика ложный посыл каждое слово мир переговоры встреча посредники альтернативный зеленского план зеленскому это ложный посыл этот посыл работает на врага этот посыл противоречит конституции украины поэтому кто ложный посыл запускает это для того чтобы попробовать успокоить население и выпустить пар но это дальше разговоров и переговоров никуда не пойдет никуда никаких не будет ни встреч переговоров то есть вернее так сказал дальше заявление пусто пустых ни к чему не приведет это нам показала конференция в швейцарская конференция нам это явно показал все остались при своих никто даже на один миллиметр не двинулся в сторону вывода русских войск освобождение территории вы это слышали там было записано где-то кто-то это поддержал выплата контрибуции и репараций возмещение причиненного ущерба наказание военных преступников вы об этом последнее время слыхали нет а что такое почему поменялась риторика что планы свого нет а потому что все поняли что ничего не будет даже если путин на что-то сейчас согласиться то мы не согласимся на это понятно вот еще одну тему разберем у нас тут проблема с энергетикой в украине о которых знают все и прям рассказывать добавлять нечего по этому вопросу и вот судя по всему верховной ради у нас что ли заработала оппозиция кстати вот скажете мне заработал или не заработал потому что там тимошенко бойко разумков пытаются создать прям следственную комиссию чтобы разобраться а чего у нас на самом деле произошло с энергетикой потому что у нас там и ответственные за безопасность ее люди были уволены но не наказаны и не отчитались и вроде как перспективы непонятные а скоро холодать будет после лета очень правильно очень правильно воевременно следственная комиссия нужна для того чтобы подталкивать полиции следственные органы и органы правопорядка органы правосудия к быстрому и неупередженному принятю решений я уверен что уже возбуждены какие-то уголовные дела думаете я уверен в этом потому что депутаты писали по этому поводу заявление а вы уверены или знаете ну я слышал что были написаны заявления но я думаю дела будут возбуждены а на кого знаете нет не знаю но по факту того по факту того по факту того но для того чтобы быстрее работала правоохранительная система депутаты создают комиссию вот например я сейчас работаю в комиссии по переверции зловживания министерстве обороны украины это сбройных силах украины специальная следственная комиссия депутатов куда меня записали консультантом советником консультантом мы там работаем мы уже проводили заседание там возбужден ряд уголовных дел мы заслушивали работников руководителей тцк есть реакция правоохранительной системы и я не особо там люблю хвастаться и говорить о проделанной работе но работа началась и правоохранительная система я знаю по себе когда вот я был генеральным и меня приглашали на заседание тцк я всегда ходил потому что я понимал что это ска тск я всегда меня не зовут вот на заседание тск я всегда приходил потому что я во первых уважал народных депутатов а во вторых я понимал что там концентрируется жалобы собранные со всех округов в отношении должностных лиц ведомств которые нарушают закон и я понимал что то что не дошло до меня когда генерального прокурора дошло до народных депутатов и об этом узнаю и я понятно ну посмотрим получится ли создать подобную тска верховной ради потому что как бы большинство она наверно в душе не сильно против но пока не очень за вот посмотрим посмотрим вопрос энергетики мне кажется важно святослав михалыч вам вас буду благодарить за то что вам брели время были с нами в прямом эфире далее свое видение ситуации на важный мне кажется вопросы наша аудитория я думаю понимает важность этих вопросов понимает ответы поэтому поставить лайк напишет свой комментарий по этому поводу и подпишется на канал и и и и